Как делишко, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее, ребята, в новую серию нашего сезона с модом на покемонов. Да, ребята, и вы большие молодцы, потому что на предыдущей серии покемонов мы смогли с вами набрать больше, чем 10 тысяч лайков. Это офигеть просто. Это действительно, ребята, даёт мне знать то, что вам покемоны не безразличны, и вы хотите видеть новые и новые серии с модом на пиксельмонов, да? Поэтому, ребята, если мы на этой серии также сможем с вами набрать 10 тысяч лайков, то я обещаю то, что я сразу же выпущу новую серию с покемонами. Поэтому, ребята, чем быстрее мы наберём, тем быстрее выйдет новая серия. Зовите своих друзей, бабушек, дедушек, чтобы все ставили лайки. Быстрее наберём, быстрее выйдет новая серия. Да, ребята, я даю вам своё слово. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Как я уже сказал, делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, ребята, пишите в комментарии что-то интересное. На самые интересные комментарии я, конечно же, ребята, буду отвечать. А сейчас мы будем с вами приступать к самой серии. Да твою мать, да кого там посередине ночи, а, привело? Чё за дебилы тут ходят, а, в двери звучатся? Ёханый бабай, кто это вообще тут такой, а? Здравствуй, Геннадий? А чё вы молчите? Сбитой посередине ночи? Что вы тут забыли? Твою мать, что это вообще было? Сколько я тут провалялся, уже утро какое-то. Где этот мудак, Геннадий, который меня по башке стукнул? Так, я поставил какую-то записку, чё у нас тут написано? О, наконец-то я тебя нашёл, я давно слежу за тобой, и ты меня бесишь, поэтому я вызываю тебя на поединок. Приходи к алтарю Забдоса с четырьмя своими покемонами, там и сразимся. На кон я ставлю всё своё сокровище, и ты ставь тоже, победитель получает всё. Ну ладно, Геннадий, мы придём, надерём тебе задницу. Твою мать, как же башка болит, битой, конечно, хрена кнуть. Ну что, настало время для Месси, поэтому, ребята, в этой серии мы будем прокачивать наших покемонов, будем пытаться найти новых, и также, ребята, сразимся с этим подлецом Геннадий, который напал на меня на век посередине ночи. Да, поэтому, ребята, в этой серии мы пойдём на охоту за покемонами, которые я хотел уже давно словить, а именно Сайтер и ещё кто-то, да, потому что нам не хватает ещё одного покемона. Да, но, как вы знаете, Сайтер такой небольшой паскуда, поэтому, ребята, мы всё же попытаемся его хотя бы найти. Но, нам нужно поставить на кон какое-то наше сокровище, потому что Геннадий сказал то, что он на кон ставит какое-то своё самое большое сокровище, а мне нужно поставить какое-то своё, чтобы всё было честно и равноценно. Только какое сокровище? Я, честно, не знаю, у меня какие-то сейчас сокровищ больших нету. Мне кажется, стак алмазов сойдёт. Стак алмазов или стак изумрудов? Изумруды, конечно, в какой-то степени ценнее, но за изумруды ты ничего скрафтить не можешь, только трейдиться. Поэтому я поставлю на кон стак своих алмазов, которые я упорно и очень долго, да, там, с лаки-блоков добывал. Но всё же, ребята, давайте в этой серии мы хотя бы прокачаем ещё нашего Люкс Рея до 35 уровня, Тортеру до 38, чтобы было больше шансов выиграть у Геннадия, и потом, ребята, мы с ним сразимся. О, вот он где-то тут находится возле алтаря Забдуса, как он сказал. Поэтому, ребята, куда бы нам пойти, куда бы нам пойти, где будет тащить Тортера? По идее, травяной покемон очень хорошо тащит... О, опять кошки вот эти, твою мать. А травяной покемон очень хорошо тащит против водных покемонов, если я не ошибаюсь, если я ещё это хорошенько помню. Но найти водных покемонов не так просто, потому что в этой версии пиксельмона они спаиваются как-то убого, если вот так откровенно с вами, ребята, разговаривать. Поэтому будем надеяться, ну вот это какой уровень? 45-ый. О, о, так, у меня опять вот эти контроли не работают, вашу мать. Всё, 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 заработало, иди-ка сюда, иди сюда, Зумарил. Так, Люкс Рей и Тортера отлично, по идее, будут справляться против этих покемонов. Они должны просто-напросто справляться, потому что травяные и... Вот, нормально, потому что травяные и электрические покемоны очень сильны против водных покемонов. Если я хорошенько помню. Да, вот давайте ещё раз его стуканём, и отлично, ребята, мы как раз их очень сильно убили. Давайте... Ой, очень сильно убили, ещё вообще ляпнул. Очень быстро убили, и нормально так опыта получили, да. Опа-на, опа-на, 49-ый уровень. Давайте, ребята. Не скажу то, что прям очень сильно. Он... А, ну конечно, конечно, если ты ещё и лечиться будешь, то это вообще будет супер-пупер. Но мы его усыпили. Усыпили. Давай ещё быстренько. Тортеро 35-ый уровень. Нужно, я говорю, прокачать... Да ты закан... Иди сюда, иди сюда, иди сюда, паскуда, иди сюда. Сейчас, сейчас через зар тебя накажут. Если ты лечиться собираешься, сейчас через зар тебя накажут. Вот так. Тортеро, ребята, нужно действительно прокачать как минимум где-то 38-ому уровню. Или ещё лучше, где-то к 40-ому уровню. И также люкс-рей где-то к 40-ому уровню. И тогда у нас, действительно, будет намного больше шансов выиграть у Геннадия. Нифига себе. Чё за альбатрос какой-то? Альбатрос, так, зашибись. Давай. Ну, как вы видите, 31-ый уровень прям рубит на ча... Я вообще даже не планировал никого найти в этой серии. Но мы нашли 10-го уровня Сквиртла. Чувачина, пожалуйста. Я тебя, я тебя умоляю, ну словись. Ребята, это просто офигеть. Я понимаю то, что у нас сейчас есть самурот в этой команде. Но Сквиртл будет прям охренеть каким покемоном для следующей команды. Я помню то, что я его хотел словить. Я его хотел словить на начале этого сезона. Я много времени на него потратил, но я его даже не нашёл. Пожалуйста. Ну словись ты. Ну почему, почему вот эти все 7-е и 10-е уровни такие паскудые? Когда ты там ловишь какого-то 45-го уровня, то он сразу залезает в первый же покебол. Охренеть. У меня даже нету никакого удара, чтобы его осыпить или конфюзить и чтобы словить. Я сейчас потрачу 7 ультрабол, чтобы даже не словить вот эту заразу. Потому что она будет выбираться с таким... Ты в курсе то, что я на тебя, паскуда, трачу все свои покеболы и ты даже не словишься. Я просто эти покеболы мог потратить на какого-то там Сайтера. Твою мать. Чем бы, чем бы, чем бы стукнуть? Мне кажется, он умрёт. Он умрёт от любой моей атаки. От любой, ребята. От любой, от любой моей атаки он тупо умрёт. Поэтому мы используем последний покебол с надеждой, что мы сможем его словить. Ну пожалуйста, ну сквиртлик, сквиртлик. Да иди ты в пень. Да чё вы такие конченые, а? Ребята, вот напишите в комментариях, чё он такой конченый. Мы на него тратим 7. Ультраболов, не покеболов, а ультраболов. Это просто охренеть как много. И охренеть какие ценные болы. Это охренеть просто. А он, зараза, ещё выкобыливается. Да иди ты в жопу, я даже на тебя свои удары тратить не буду. А, так значит ещё и пиксельмон залагал. Ёшкины матрёшки. Да вы издеваетесь, да? Мне сейчас перезаходить нужно. Ребята, это что-то новенькое. Ха-ха-ха, так. Такого у меня ещё не было. После того, как у меня залагал пиксельмон, я убил себя. Ну, думал, может разлагает. После того, как я себя убил, я вышел с Майнкрафта, потому что пиксельмон также остался залаганый. Но когда я вернулся, я также сейчас нахожусь мёртвым. То есть я сейчас мёртвый. Но я не могу нажать ни на респаун. И вот я клад... Я не могу нажать ни на респаун. Ни на вернуться в главное меню Майнкрафта. Ха-ха-ха. Это... Это вообще охренеть. Я какой-то нашёл самый большой баг в мире или что это такое. Но я, ребят, не представляю, что мне сейчас делать. Я не могу включить чат. Я не могу ничего, ни инвентарь, ни фига. Я даже Escape не могу нажать, чтобы вернуться в меню или там какие-то настройки. Ничего не могу нажать, никакую кнопку, потому что просто-напросто ничего не работает. Я не знаю, потому что сейчас под угрозой находится весь наш сезон пиксельмона, ребята. Из-за какого-то конченого бага, который испортил нам Майнкрафт. Что мне делать? Ребята, у меня сейчас только вариант, что вы мне как-то поможете с этой фигнёй, потому что я не представляю. Если я не смогу это исправить, то вы представляете, что мне нужно будет создавать заново карту и просто заново начинать весь сезон. А я с ума зайду нахрен строить этот дом, который сейчас у меня. Я уже строю 21 серию. Я 22 даже. Я заколебусь его заново строить, ребята. И просто заново развиваться в сезоне пиксельмона. Потому что какой-то баг произошёл. Ребята, я не могу ничего нажать. Я надеюсь тоже, что к следующей серии я как-то смогу эту фигню исправить, потому что я не представляю, что мне сейчас сделать, ребята. Поэтому, если вы хотите увидеть, чем это всё закончится и вообще будет и дальше пиксельмон, ребята, давайте наберём 10 тысяч лайков, как я сказал. И, ребята, также напишите в комментариях, может вы мне как-то сможете помочь с этой проблемой. Потому что я действительно даже не могу зареспавиться. Так как, знаете, как будто хардкор. Я раз умер и всё. Бред какой-то, честно. Ладно, ребята, действительно, наберём 10 тысяч лайков и посмотрим, чем это всё закончится. Выйдет новая серия или нет. Я вам, ребята, конечно же, сообщу после того, как мы наберём 10 тысяч лайков. Ребята, большое спасибо вам за просмотр. Извиняюсь за вот эту фигню, но это даже для меня неожиданно. Я не представляю, что это такое. Честно, какой-то баг. Поэтому, ребята, подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. Зовите их на просмотры. Как я сказал, чем быстрее наберём лайки, тем быстрее выйдет новая серия. И, ребята, как обычно, не забывайте писать свои комментарии. На самые интересные комментарии я буду отвечать. И, ребята, ещё раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.